И на числовые выражения. Соответственно, давайте разберем первый пример, связанный как раз с преобразованием буквенных выражений. Требуется упростить вот такое выражение. То есть упростить и найти значение при а равных 1,9 и b равно 2,1. Значит, пока не будем думать про то, чему они равны, а и b, потому что очевидно, что блок подставляет сюда эти выражения, эти значения, бессмысленно. Это будет огромный трудоемкий процесс это все посчитать. Соответственно, первая задача это упростить. Давайте я не буду еще раз это переписывать, я поставлю такой знак равно и вот сюда его перенесу. Понятно, что здесь, в общем-то, сразу бросается в глаза кое-что, а именно выделение полного квадрата в числителе. То есть 9а квадрат минус 24а b плюс 16b квадрат это полный квадрат вот такого вот выражения. Все в квадрате минус 25. Знаменатель пока оставляем такой, какой он есть. На этом этапе, я думаю, понятно всем, что произошло, да, или нет, или надо пояснять. Если вопросов нет, значит, я считаю, что все понятно всем. Значит, следующий шаг, какой здесь, тоже бросается в глаза. Вот, легко заметить, что 25 это 5 в квадрате. Ну, отлично, все понятно. 5 в квадрате. То есть у нас есть какое-то выражение в квадрате минус 5 в квадрате. Но мы можем считать, что это разность квадратов, не так ли? Так давайте тогда ее разложим. Тогда мы получим 3а минус 4b минус 5 умножить на 3а минус 4b плюс 5. Опять же, по правилам разности квадратов. Знаменатель остается прежний. И легко заметить, что один сомножитель числителя в точности равен знаменателю. Соответственно, мы можем эти два сомножителя сократить. И у нас останется только один сомножитель числителя. Почему мы здесь можем сокращать? Потому что эти два сомножителя точно не равны нулю. Потому что иначе выражение не имело бы смысла, если бы выражение в знаменателе было бы равно нулю. Иначе не имело бы смысла решать, потому что не было бы решения. Итак, вот мы упростили. И кажется, что упрощать больше некуда. Соответственно, мы подставим те значения, которые сверху здесь. Вот получившееся выражение. Итак, подставляем 3 умножить на 1 девятую. Вместо а подставляем 1 девятую. Минус 4 умножить на b. Вместо b подставляем 2 целых 1 третья. Плюс 5. Первое слагаемое, да, оно у нас равно 3 девятым. Соответственно, как вы знаете, 3 девятых это то же самое, что 1 третья. Потому что мы можем сократить на тройку. Соответственно, обратим внимание на второе слагаемое. 2 третьих это то же самое, что 2 умножить на 3 плюс 1. Это то, что будет в числителе. Это по правилам преобразования дробных чисел. С целой части. То есть мы в числителе получим 7 третьих. И еще там была четверка. Давайте пока так запишем. Плюс 5. Значит, итого мы имеем две дроби со знаменателем 3 и пятерку. Давайте все приведем к одному знаменателю. Пятерка. Тогда что мы получим? Значит, от первой дроби у нас останется единичка. А во второй дроби числитель был 4 умножить на 8. И там еще был минус. Поэтому ставим в начале минус. 4 умножить на 8 это 28. И, соответственно... Можете, пожалуйста, повыше экран сказать? Вот так, да? В смысле? Да, да, спасибо. Но я пока продолжу говорить. Значит, у нас там была пятерка. Мы решили привести к общему знаменателю. Значит, мы должны пятерку умножить на тройку. И получим 15 в числителе. Прошу прощения, здесь стоит почему-то пятерка. Здесь должна быть тройка, конечно же. В знаменателе. Вот. Итак. Остается произвести простые арифметические действия в числителе. Тогда что мы получим? Тогда что мы получим? Значит, допустим, складываем только положительно. Это единичка и 15. Это будет 16. 16 минус 28. То есть это 16 минус 28 на 3. Значит, это будет минус 12 на 3. И, соответственно, 12 на 3 это 4. Минус 4. Получили ответ к этому номеру. Есть ли у кого-то какие-то вопросы? Или, может быть, что-то непонятно в записях? Потому что почерк, как вы могли заметить, у меня здесь на iPad'е не очень хороший получается. Вот поэтому, если есть вопросы по записи, тоже задавайте. Или по смыслу. Что-то непонятно. Так. Ну, пока комментариев я не вижу. Не слышу. Так. Давайте на секундочку сделаем вот как. Сейчас. Вот тут есть такой номер. Просто я не очень хочу вам его надиктовывать. Тут такое условие. из области фантастики. Из области Гарри Поттера. Значит, вы можете его прочитать. То есть, ну, давайте я прочитаю. То есть, первое домашнее задание Гарри Поттера по математике заключалось в том, чтобы с помощью нехитрых преобразований выражения, вот такого, который записан на доске, получить дробь со значением 9 и 3 четверти. Какой ответ из представленных ниже будет правильным? То есть, соответственно, в данном случае как условие можно переформулировать? То есть, если, давайте запишем, если верно, что 2х плюс 5у делить на х плюс у равно 4, если это верно, то какая-то дробь, какое-то выражение, да, равно 9,3 четверти. То есть, и нам нужно понять, что скрывается вот за этими тремя точками. Ну, единственная разумная стратегия это как-то покрутить то, что дано у нас в условии, а именно вот эту штуку. И поскольку нам даны варианты ответов здесь, вот тут вот, посмотреть, какой из них подойдет к вот к этому вот условию, которое мы получаем из выражения. давайте рассмотрим вот это вот выражение, которое нам дано. Значит, опять же, по правилам, да, мы можем знаменатель умножить на значение дроби и получим числитель. То есть, вот выполним такое элементарное преобразование. Значит, 4 на х плюс у. Значит, и раскроем сразу скобки. 4х плюс 4у. Давайте у перенесем влево, а х вправо. Тогда получим, что 5у минус 4у, это будет просто у слева. А справа у нас будет 4х минус 2х. То есть, просто 2х. И вот наша страшная дробь превращается вот в такое приятное выражение. Соответственно, как я уже сказал, единственная разумная стратегия, это просто перебрать имеющийся вариант ответа. Вот давайте рассмотрим, например, первое. Первая дробь, вот эта вот, перепишем ее сейчас. Это будет 15х плюс 9у делить на х плюс 2у. Имея вот эту вот информацию, что у нас у равен 2х, давайте подставим это выражение, которое нам предложено. И тогда мы получим 15х плюс 9 умножить на у, но у это 2х. Поэтому подставим 2х. Делить на х плюс 2 умножить на у, но у это 2х. Соответственно, что мы получаем в числителе? 15х, здесь 9 умножить на 2 это 18х, то есть 15х плюс 18х это 33х. А в знаменателе знаменателе у нас х плюс 4х, то есть 5х. Очевидно, что х можно сократить. Тогда мы получим 33 пятых. А у нас требуется, напомню, найти такое выражение, которое будет равно 9 и 3 четверти. Давайте для упрощения себе жизни скажем, чему это на самом деле равно. 9 и 3 четверти это то же самое, что 4 умножить на 9 плюс 3. То есть 36 плюс 3. 39 четвертых. Значит, вот мы получили значение вот этого выражения. Оно у нас 33 пятых. Значит, как понять, что 39 четвертых это не то же самое, что 33 пятых? Ну, на самом деле это важный вопрос, потому что у нас разные знаменатели и вроде как нецелесообразно сравнивать дроби только по числителю, например. Из чего мы понимаем, что они не равны? Из того, что у нас во второй дроби, 33 пятых я имею в виду, у нас больше и знаменатель, и числитель одновременно меньше, чем в первой дроби. Тогда что это будет означать? Это будет означать, что вторая дробь, она полностью меньше, чем первая. Соответственно, они не могут быть равны. И приводить здесь к общему знаменателю, к 20, например, и сравнивать не имеет смысла, потому что и так очевидно, что она меньше. Я думаю, вам это понятно. Если непонятно, вы можете привести к общему знаменателю к 20 и сравнить эти два числа. Убедиться, что они не равны. Соответственно, что нам остается сделать? Нам остается проверить вторую теперь дробь из предложенных. Я имею в виду вот эту. Но давайте, прежде чем к этому переходить, обсудим все остальные прямо здесь, так сказать, на берегу все обсудим. Если у вас пока есть вопросы, то можете задавать. вопросов, видимо, пока нет. Значит, перед тем, как проверять вторую дробь, рассмотрим все остальные. Давайте кое-что заметим, а именно посмотрим на знаменателе этих дробей. Вот в знаменателе третьей дроби у нас стоит 3x минус 2y. Вот мы знаем, что 3x мы тогда оставим, а y, как мы уже выяснили, вот из этого имеющегося выражения, вот из этого, что это то же самое, что 2x, что y равен 2x. Это два эквивалентных условия. Соответственно, вместо y сюда можно подставить 2x, тогда мы получим здесь 4x. И что мы видим? Что здесь стоит 3x минус 4x. А в числителе стоит сумма, то есть что-то положительное. Там будет 12x плюс 24x, соответственно, это какое-то положительное выражение. А в знаменателе у нас стоит минус. Это означает, что вся дробь будет отрицательная, потому что если мы положительный числитель поделим на отрицательный знаменатель, мы получим какое-то отрицательное выражение. А нам нужно 9, 3 четверти. То есть очевидно, что 9, 3 четверти не отрицательное число, поэтому третья дробь нам автоматически не подходит. Что можно сказать про четвертую дробь? Рассмотрим ее знаменатель. У нас получится 2x минус 3 умножить на 2x. 3 умножить на 2x это вообще 6. То есть у нас здесь будет в числителе аж минус 4x. То есть это еще более отрицательное число. Вероника? Хотел спросить, а вот у нас в знаменателе 2x минус 3y, как у нас получилось 3 умножить на 2x? Это откуда? Значит, вот еще раз, у нас было выражение по условию дано, вот это вот. Мы ее воспринимаем как заданное, как верное изначально. То есть нам говорят, вот это верно, вот эта дробь верна. И мы думаем, а как эту дробь нам использовать для того, чтобы решить нашу задачу. А именно среди предложенных дробей вот этих вот. всех. Найти ту, которая будет равна 3 четверти. Как нам это сделать, используя вот это вот условие? Мы выяснили, что если мы немножечко ее покрутим, эту дробь, вот как мы ее здесь покрутили, вот на этом этапе, вот эту дробь взяли, и вот здесь начали преобразование. мы пришли к тому, что мы имеем условие y равное 2x. Так? Все, я понял, в общем. да, и, соответственно, вместо y мы подставляем 2x. Я, может, очень подробно начал объяснять, но вдруг кто-то еще не понял. Вот, соответственно, просто мы везде вместо y подставляем, что y равен 2x, потому что мы это получили изначально данного условия. И, наконец, рассмотрим третью дробь. У нас получается 3 здесь, уже, то есть какое-то уже положительное число. Это нас наводит на то, что, возможно, это все-таки будет равно 9,75. И плюс, и давайте посмотрим, плюс что. Опять же, у нас числитель какой-то будет положительный, поэтому мы его пока не трогаем. А вот знаменатель, опять же, это тот же самый знаменатель, обратите внимание, что и в третьей дроби, вот в этой. То есть это опять отрицательное какое-то будет число. Вот эта вот вся дробь, это будет какое-то отрицательное число. То есть у нас складывается ситуация, что мы 3 складываем с каким-то отрицательным числом. То есть это все равно, что 3 вычесть какое-то число. Может ли это равняться 9,75? Не может, потому что это даже меньше тройки получается. Вот. Таким образом мы методом исключения пока приходим к тому, что что именно вторая дробь, основной пока что претендент, то есть вот это вот на ответ. Ну, давайте ее преобразуем и посмотрим. Значит, давайте я прямо здесь этим займусь. поставим знак равно и посмотрим, значит, на числитель. Это 17 умножить на х плюс 11 умножить вместо у подставляем 2х делить на 2х плюс 2. 2х плюс вместо у подставляем 2х и считаем, значит, 17 плюс 11 умножить на 2 это 22, это будет 39х делить на 4х. иксы уходят и остается 39х четвертых. Смотрим, что такое 39х четвертых, а это мы выяснили вот здесь. Это и есть 9 и 3 четверти, то есть это тот искомый искомый дробь, которая нам была нужна. Вот таким образом ответ здесь будет вот этот второй. Почему я как бы мог сразу перейти ко второй дроби посчитать это, когда мы уже выяснили, что у равен 2х, и, соответственно, мы сразу поняли бы, что это ответ. Но мне хотелось показать вам логику, что можно идти от обратного, то есть мы можем откидывать те варианты, которые нам не подходят, не обязательно все считать в лоб, достаточно заметить какие-то особенности каждой из дробей, которые вам позволяют отбросить их сразу. Вот как мы сделали с третьей по пятой варианты. То есть, если вам такое попадается в каком-то тесте, например, на вступительных ВЭМЧ, или еще где-то на УГЭ, на других экзаменах, вы должны все время включать голову, рассуждать, какие варианты подходят, и как можно, не считая в лоб, прийти к правильному ответу. Есть ли на этом этапе какие-то вопросы? нет вопросов, я считаю, если тишина, тогда предлагаю потихоньку переходить ко второй части нашего занятия, а именно построение плоских множеств. Вы должны двигаться в лоб, не cum объясняйте о том, что это письма, в последней мере, но Или то же самое, что построение множеств различных на плоскости. Ну, наверное, разговор перед тем, как мы перейдем к построению красивых фигурок, разговор все-таки стоит начать с модуля. Я думаю, что многие из вас не любят модуль, потому что в свое время я его не любил, и я сужу людей по себе. И думаю, что вам тоже он не нравится. На самом деле это совершенно не страшная вещь, это очень дружелюбная функция. Почему? Потому что она довольно простая. Чаще всего вам во всей вашей работе с модулями, когда вы его встречаете в примерах, единственное, что от вас требуется, это просто раскрыть его аккуратно по определению. И вот сегодня я планирую все занятия, не хитрить, не догадываться до каких-то сложных моментов, а тупо раскрывать модуль по определению и добиваться правильных ответов таким образом. Это я хочу вас таким образом успокоить и заставить перестать бояться модуля, то есть что это не что-то совсем уж такое страшное. Но для этого нужно наполнить вообще определение. Модуль, значит, абсолютной величиной или модулем, это одно и то же. Число х, ну, модулем, то есть он обозначается так, да, обозначение модулем, называется. Само это число. Если х это положительное число. Нуль, если х это нуль. И число противоположное. Противоположное число х. Если х, отрицательное число. Надеюсь, вы записывали под диктовку, потому что с доски списать невозможно, ничего не понятно. Но это зато стимул слушать меня внимательнее. Опять же, если возникают какие-то вопросы, это я шучу, конечно. Если возникают какие-то вопросы, задавайте их по записи. Значит, ну, у меня к вам вопрос на самом деле. Вот что такое противоположное число х? Ну, вот да, в чате пишут, что это минус х. Что такое тогда обратное число? Кто-то может сказать? Это одно и то же, вот, обратное и противоположное число. Да, это 1 делить на х, да. То есть, вот, пожалуйста, не путайте эти два выражения. Обратное и противоположное. Вот. Это просто вот напоминалка. Или то же самое, да, то же самое определение, что мы здесь записали модуль. Можно записать вот в таком виде. Что модуль числа х. Опять же, просто как функция. Вот здесь две палочки. Это обозначение функции от аргумента х. Опять же, тоже ничего такого страшного здесь нет. Модуль х равен х в случае, если х больше либо равен нуля. И минус х, если х отрицательное число. Это то же самое, что здесь записано словами. Ну, наша задача здесь, это я напомнил просто определение. Наша задача здесь заниматься именно построением множественной плоскости. И вот первый пример, который хочется с вами разобрать, это построить функцию, которая содержит в себе модуль и как бы имеет некую модификацию. Значит, вот задача. Это уже третий номер у нас с вами. Построить вот такой вот график. Какой алгоритм построения подобных графиков? Значит, я прям буду записывать. Вы здесь видите модуль. И когда вы хотите построить модуль, нужно идти вот прямо от базового модуля, который выглядит вот так. Дальше. Да, ну давайте. И будем еще параллельно строить. Вот я думаю, что так будет разумнее. Построим оси сразу. То есть, это будет единица. Минус единица. От вот такого выражения, опять же, когда стоит задача построить какую-то функцию, содержащую модуль, функция модуля обычная, она будет иметь вот такой вид. Я заодно напомню, как выглядит график функции модуля. То есть, из начала координат. Вот такая галка. Не совсем ровная, но галка. Если ее продлить, как бы, да. Вот. Затем вы должны обратить внимание на то, что у вас здесь стоит минус перед модулем. Когда у вас стоит минус перед модулем, это означает, что ваша функция из вот такой, которая здесь построена, она отразится симметрично. Симметрично относительно оси х. То есть, она будет смотреть у вас уже вниз. В случае наличия минуса. то есть, это мы сейчас рассмотрели вот такую функцию. Следующее, что вы должны заметить, это то, что у вас внутри модуля стоит двойка. И вот тут важно не путать. Я как бы без строгой математики сейчас просто на такой, на интуицию, на запоминание. Что когда у вас под модулем стоит плюс, это означает, что ваша галка модульная должна сдвинуться не вправо, а влево по оси х. То есть, вот когда там стоит плюс, это значит, что вы сдвигаетесь влево по оси х. То есть, иными словами, влево на сколько? На две единицы. То есть, на столько единиц, сколько тут стоит, какое здесь число стоит. Иными словами, я хочу сказать, что мы сдвигаемся вот таким образом. Нашу галку сюда сдвигаем. И теперь она выходит из точки минус 2. То есть, это мы с вами построили уже вот такую функцию. А вот когда то, что последнее нам остается сделать, это прибавить единичку здесь, да? А вот когда стоит у вас единичка, там, плюс единичка, например, это значит, что по оси y, то есть вверх, вы сдвигаете именно вверх на одну единичку. То есть, именно по оси y вы сдвигаете вверх. Если бы там стояла минус единичка, то на одну единичку вниз сдвигали бы. То есть, вот когда у вас под модулем стоит плюс какое-то число, то вы сдвигаете влево по оси х. А если вне модуля стоит плюс или минус какая-то единичка, то вы сдвигаете, соответственно, согласно тому знаку, который стоит. вне модуля. То есть если плюс, то вверх, если минус, то вниз. Вот у меня какая-то такая интуиция выработалась при построении графика. Я не знаю, может быть, она вам тоже будет близка. То есть здесь стоит плюс единичка. То есть мы должны построить вот такую функцию. И, соответственно, сдвинуть на одну единичку вверх уже имеющийся график. То есть мы не возвращаемся обратно в начало координат. Мы вот пляшем из того, что уже имеем. А именно из точки минус два. Вот. Все, мы построили нужный график. То есть вот базовый вариант, с чего нужно начинать, это просто, если вы видите модуль, это просто построить функцию модуля. Потом уже замечать, есть ли перед ней минус. И если есть, то, соответственно, перевернуть галку. Дальше вы обращаете внимание на то, что стоит под модулем, плюс или минус, соответствующая величина. И на нее сдвигаете в сторону, противоположную тому знаку, который стоит на три скобки. То есть если здесь стоит плюс, вы сдвигаете наоборот влево, точку минус два. если бы здесь стояло минус два, то вы бы сдвигали вправо в точку два. А дальше вы обращаете внимание на то, что стоит вне модуля. Там стоит единичка. Соответственно, вы сдвигаете по направлению того знака, который стоит вне модуля. То есть плюс или минус. Соответственно, если плюс, то вверх, если минус, то вниз. Здесь стоит плюс, поэтому мы сдвинули на единичку вверх. Так. Окей. Надеюсь, что здесь вопросов нет. Надеюсь, что здесь вопросов нет. И мы сможем перейти к чуть более сложному номеру. А именно Да, окей. Алиса пишет, что нет вопросов. К построению графика вот такой вот уже функции. Значит, вот при построении графиков, давайте так, при построении это не обязательно так, но давайте договоримся делать так. И вот надеюсь, что вам этот алгоритм тоже будет близок. При построении графика с вложенным модулем Раскрываем. Извините, не раскрываем, давайте так. Начинаем. Сейчас. Начинаем. построение изнутри. То есть, как бы понятно, что значит вложенные модули и что значит изнутри, я надеюсь. Вложенный модуль это когда у нас один модуль внутри другого есть. Вот как здесь x-2 внутри другого большого модуля сидит. Что значит, что мы начинаем раскрывать изнутри? Имеется в виду, сначала будем рассматривать вот эту вот функцию. и для нее делаем то же самое, что мы делали и для предыдущего номера. То есть, мы опять же начинаем с рассмотрения простейшей функции модуля. Дальше переходим вот к такой вот функции. Вот. Давайте пока здесь спешить не будем и рассмотрим и рассмотрим это все на графике. Здесь будет единички снова. Это ось y, это ось x. Вот. Давайте посмотрим. Наша задача построить вот такой вот график. Но я не буду так же медленно и последовательно, как в предыдущий раз. Я сразу понимаю, что в данном случае можно отложить начало, из которого исходят наши ветки модуля, в точку 2. То есть, пока что мы имеем вот такой вот график функции. Кстати, скажите, пожалуйста, а такая область определения у графика модуля, у функции модуля? на каком множестве определен график модуля, функция модуля, то есть еще раз. Вы знакомы с понятием область определения и область допустимых значений? Да, знакомы. Тогда какая область определения у функции модуля? В первой и второй четверти. Первая и вторая четверть это понятие, не относящееся к области определения. Это к области построения, как бы, это к построению графиков относится, а я спрашиваю про функцию. Проще задам вопрос, на каких иксах определен модуль? Грубо говоря, до какой степени я могу продолжать вот эти ветки? От минус бесконечности до плюс бесконечности. Это правильный ответ. Тогда область допустимых значений какая у модуля? именно вот у такой функции. Вот у стандартного модуля. Да, от нуля до плюс бесконечности правильно. Вот. То есть, сейчас, секунду, извините. я не смотрел инфрации в это время, и там появились вот у Георгия был вопрос Шалафинкова. Почему 15 появилось при преобразовании 5? Ну, я надеюсь, что ты уже к этому моменту разобрался. То есть, там просто на тройку нужно было давно. да, все, разобрался. Отлично. Значит, вы правильно ответили насчет области определения и области допустимых значений для модуля. Сейчас, что у меня перестал почему-то писать. Ага. это был просто вопрос такой разминочный, поэтому давайте не будем долго сидеть на нем. Естественно, что при преобразовании функции модуля, а именно при применении вычесть двойку, добавить, двойку или на что-то домножить, области значений и область определения будут меняться в зависимости от этих преобразований, потому что мы уже работаем не непосредственно с функцией модуля, а с какой-то модифицированной функцией модуля. Итак, мы начали с внутреннего графика, с раскрытия внутренней функции. И следующий шаг в наших действиях, сейчас почему-то пендаш перестал писать, это нарисовать вот такую функцию. x-2 минус-2 минус-2 то есть это сдвиг на 2 единички вниз. Это сдвиг на 2 единички вниз. Минус-1 минус-2 то есть начало уже будет здесь лежать. вот сейчас аккуратнее вот вот это вот уже нам не нужно вспомогательный промежуточный график. вот и следующим шагом который нам нужно сделать это как бы навесить сверху модуль на всю эту функцию которая у нас здесь получилась. Как бы нам это сделать? когда мы применяем функцию модуля мы получаем те же самые значения которые имела функция в данной точке только с положительным знаком. вот давайте посмотрим какое значение вот имеющееся построенное на графике функция имела в точке минус-1 в точке минус-1 она имела значение 1 значит когда мы применим к этой функции ко всей этой функции галочки нашей получившейся модуль мы значит для функции в точке минус-1 мы получим по-прежнему значение 1 потому что 1 это и так было положительное число. а вот теперь рассмотрим например значение в точке 1 то есть вот в этой точке оно у нас было минус-1 если мы применим к этой функции модуль то наше число станет положительным значение нашей функции должно стать положительным и причем то есть вот этот минус он должен замениться на плюс то есть получится в точности то же самое значение только противоположное ему то есть со знаком плюс это означает что в точке 1 вместо минус-1 мы будем иметь значение 1 аналогично в точке 2 раньше у нас было минус 2 а теперь стало 2 и так каждая точка которая лежит на отрезке от 0 до соответственно 4 то есть каждая точка которая была раньше отрицательной здесь вот в этой всей области она переходит как бы вверх вот сюда то есть теперь мы уже имеем график вот такого вида все положительные значения давайте я сотру сотру нет давайте я буду новым цветом рисовать все положительные значения которые у нас были они у нас сохранятся а все отрицательные значения то есть начиная от точки 0 от точки 0 по x они перейдут в положительную плоскость причем симметрично относительно оси x и то же самое касается вот этого правой правой части вот этой то есть они у нас тоже перейдут в положительную плоскость вот а здесь положительное значение по-прежнему сохранится вот то есть у нас в итоге получается вот такая красная функция ну и это еще не все но на самом деле последний шаг он простой когда мы уже имеем готовую фактически функцию нам нужно ее всего лишь давайте посмотрим что с ней нужно сделать всего лишь двинуть на минус единичку вниз то есть вот эту всю красную всю красную фигуру сейчас попробуем синий я уже удаляю потому что это была промежуточная она нас уже не интересует и я на всякий случай продлю потому что чтобы вы понимали что он идет бесконечно и в ту и в другую сторону вот соответственно вот эта вся штука она сдвигается просто на единичку вниз по оси y соответственно вот давайте все эти вспомогательные штуки тоже уберем нам больше не нужны ой вот и соответственно подпишем необходимые вершины все основные точки у нас теперь подписаны так да вероника вот вопрос у нас было x-2 мы сдвинули по оси x а второй минус 2 мы сдвинули по y как понять по какой оси сдвигать нужно ты имеешь ввиду переход на этот шаг на этом этапе вот от этого к этому да ну да ну опять же значит понятие вот по какой оси нужно сдвигать хорошо я говорил вам про то каким знаком и в какую сторону сдвигать если если у вас стоит под модулем и вне модуля вот то здесь такое тоже правило оно не строгое математическое это просто чтобы запомнить что если у вас стоит какое-то число из которого что-то вычитается или складывается x да как вот здесь минус двойка под модулем то вы сдвигаете это по оси x если это число которое вычитается или прибавляется стоит вне модуля вот как вот эта двойка то вы сдвигаете по оси y причем повторюсь что если у вас стоит минус 2 под модулем то вы сдвигаете на 2 единички вправо то есть в положительную область по оси x а если у вас стоит минус двойка или минус какое-то число вне модуля то вы сдвигаете вниз по оси y то есть в отрицательную область ну в общем построив так несколько графиков и запомнив вот этот вот для себя такое минимоническое правило выработав вы эти графики без труда будете строить все там можно как бы говорить что это типа y если мы сюда двое поперенесем то у нас как бы система координат на 2 сдвинется вверх то есть вы как будто двигаете систему координат а не график и поэтому получается вот ну в общем там можно разные придумать объяснения я думаю что они сейчас большого смысла не имеют проще вот какие-то мнемонические вещи для себя запоминать для того чтобы уметь быстро именно строить эти графики вот это главная задача на мой взгляд вот который перед вами сейчас стоит давайте перейдем к следующему потому что времени у нас осталось крайне мало значит я вам должен объяснить как работать с модулями раскрывая его по определению если что тот пример который я вам покажу сейчас это какой-то ДВИ то есть это для выпускников 11 класса то есть если вы научитесь это решать вы будете такими же крутыми как 11 классники которые закончили школу и поступают в МГУ значит вот решение такого выражения на самом деле довольно простое нужно всегда раскрывать модуль по определению значит раскрывая модуль по определению вы всегда будете иметь два случая когда подмодульное выражение у вас положительное это первый случай и когда оно отрицательное это второй случай значит давайте это сделаем когда у вас есть несколько разных случаев вы строите не систему то есть вы не пересекаете множество а вы их объединяете то есть вы строите совокупность совокупность напомню обозначается вот такой вот прямой скобкой. И здесь рассматриваются два случая. А вот случаи уже внутри себя, они имеют пересечение, поскольку должно выполняться обязательно оба условия. Какие условия? Что, во-первых, мы рассматриваем, опять же, случай раскрытия модуля. Опять же, если он положительный, это означает, что 1 плюс х больше либо равно нуля. Ну, то есть не положительный, а не отрицательный, правильно говорить, больше либо равно нуля. Тогда у нас подмодульное выражение спокойно раскрывается без всяких минусов. То есть мы опускаем модуль и ставим вот простую скобку. Это первый случай. А второй случай, если у вас подмодульное выражение отрицательное. Тогда вы модуль, сам модуль, то есть это х плюс 1, вот этот, раскрываете с минусом. Поскольку здесь стоит двойка еще, то мы перед двойкой этот минус вынесем и получим минус 2 умножить на х плюс 1 равно 2 минус х. И спокойненько решайте два отдельных вот этих вот уравнения. Две вот этих вот систем. То есть что здесь получается? Что х больше либо равен, чем минус единичка. Здесь в результате преобразования, давайте посмотрим, что получится. У нас времени мало, поэтому я буду быстро здесь говорить. Здесь получается 2х плюс 2. Если раскрыть скобку, да? Давайте я подпишу. То двойки вот эти уходят. И у нас остается просто 2х равно минус х. Это, возможно, в единственном случае, когда у вас х равен нулю. То есть это вот первое решение ваше будет. Да, Андрей? Вот у меня вопрос, я немного прослушал. Ну, либо не очень понятно, почему в первой системе вот у нас больше или равно, а во второй строго меньше. Тебя интересует именно, что знак такой? Да, ну почему там не так же, например, меньше или равно? Ну, вот смотри, на самом деле можно написать и меньше, либо равно, потому что в нуле у тебя модуль всегда имеет единственное значение. Это ноль. Поэтому неважно, куда ты как бы отнесешь его к условно-объективности отрицать. Просто для определенности обычно раскрывают больше, либо равно для первого случая, и строго меньше для второго. Это просто делается для определенности. То есть это не такой нагрузки никакой не несет. Хорошо, спасибо. Да, то есть первая система, она у нас имеет значение ноль. Давайте сразу рассмотрим, подходит ли это значение под то, что у нас здесь дано. Поскольку это система, то есть пересечение, то есть обязательно должны выполняться два условия, и то, и другое. Значит, мы отображаем на оси х минус единичку и ноль. И смотрим, у нас х больше нуля. Больше либо, прошу прощения, х больше либо равен минус единице. То есть мы идем как бы в эту сторону. И нам подходит все значения, которые попадают вот в эту положительность, вот в эту область меньше либо равно нуля. Спрашивается, нолик лежит в этой области? Лежит. Значит, мы попали. Значит, это действительно решение системы. Решим вторую систему. Х строго меньше, чем минус единица. Опять же, раскрываем вот эти скобки. Получается минус 2х минус 2 равно 2 минус х. Давайте перекинем х направо. Вот это вот сюда перекинем, а двоечку налево. Тогда что у нас получится справа? Здесь, значит, минус 2х перекинется направо с положительным знаком, то есть будет просто 2х минус х. То есть это просто будет х справа. А слева у нас получится минус 4, потому что минус 2 и минус 2 будет. Итого, решение для второй системы – это х минус 4. Подходит ли х минус 4 в нашу вторую систему? Подходит, потому что минус 4 действительно меньше, чем минус 1. Все, это тоже решение. Вот таким образом ответ х равно минус 4 и х равно 0. Извините, а у меня вопрос. Как вы поняли, что их должен быть меньше 0? Меньше 0. А он не должен быть меньше либо равен 0. Это в каком месте написано? Вы же сказали, что он нам подходит, если он меньше или равен 0. Меньше либо равен… Меньше… Строго меньше, чем минус 1 я имел в виду. Вот это. Наверное, я оговорился с устрою. Направим, что поправил. Минус 4 действительно меньше, чем минус 1. Вот нам такие х подходят. Все, значит, записываем это в ответ. И поскольку здесь была не система, а совокупность, то есть нам подходит и то, и другое. То есть если бы одно из них не имело решения, допустим, вот это имело бы пустое множество, а вот это бы имело решение, то мы бы записали просто в ответ минус 4. То есть совокупность, она не строгая. Она может допускать, что какой-то из… Может не иметь решения. Хотя бы одно должно иметь решение. Окей. Значит, задача с вложенным модулем аналитически мы с вами порешаем на семинаре. А сейчас давайте пойдем дальше. И здесь нужно поговорить про метод интервалов для двух модулей. Когда применяется метод интервалов? Метод интервалов применяется тогда, когда у вас есть значение выражения типа… Когда у вас даны выражения вот такого типа. Ну и какое-то здесь h от x условно, которое может быть константой, может быть любой какой-то величины. То есть когда у вас есть просто два модуля, которые не вложены друг в друга. То есть здесь может быть как знак плюс, так и знак минус. Это не принципиально. Вот тогда работает метод интервалов. То есть каков… В чем суть метода интервалов? Значит, ваша задача – это в рамках метода интервалов – это найти значение вот таких выражений. То есть решить подмодульные выражения и решение отложить на числовой оси. На числовой оси x. Вот все решения этих выражений найти на числовой оси x. И последовательно для каждого интервала, допустим, вот это будет первый интервал, смотреть, раскрывать ли этот модуль с минусом или с плюсом. И соответствующим образом его раскрывать и решать уже простое линейное уравнение. Я думаю, что сейчас на примере будет более понятно. Вот рассмотрим шестой пример. Вот у нас есть первое подмодульное выражение. Затем вычитается второй модуль. И он равен 7. То есть, как видите, это очень похоже на то, что мы записали в общем виде. Вот это вот, грубо говоря, f от x. Это g от x. Здесь вместо плюса стоит минус. Но это ничего страшного. А здесь семерка, которая как бы h от x, но это просто константа получилась. Здесь x нет. Здесь мог и стоять любой x, но пока что здесь стоит семерка. Итак, значит, первое, что нужно сделать, это, опять же, отложить на числовой оси OX решение подмодульных выражений. То есть, вот того, что здесь вот я подчеркнул внизу. Ну, собственно говоря, решаем. Решаем первое подмодульное выражение. Это будет просто решение 13 пятых. Решением второго будет х, равное 6 пятых. И отложим это сразу на числовой оси. Ну, 6 пятых, понятно, меньше, чем 13 пятых. И дальше наша задача на каждом интервале рассмотреть, с каким знаком раскрывается тот или иной модуль. Вот, давайте посмотрим. Рассмотрим первый интервал. Вот этот вот. От минус бесконечности до 6 пятых. То есть, мы как бы разделили всю числовую ось на три интервала, благодаря тому, что нашли решение подмодульных выражений. Рассмотрим первый интервал. От минус бесконечности до 6 пятых. Значит, берем любое число. Вот как нужно действовать в данном случае. Берем любое число, которое меньше, чем 6 пятых. Ну, какое число, например, 0. Самое простое, это всегда 0. И смотрим. Подставляем в первое подмодульное выражение. Если мы подставим 0 вместо 5x минус 13, вместо, значит, x, подставим в 5x минус 13. Мы получим 5 умножить на 0 минус 13. 5 умножить на 0 – это 0. Минус 13. Получается, что подмодульное выражение равно минус 13. Это означает, что оно отрицательное. А значит, что модуль будет раскрываться по определению со знаком минус. Если подмодульное выражение отрицательное, значит, сам модуль раскрывается со знаком минус. А второе выражение в данном случае, какое будет иметь значение? Мы подставим 6 минус 5x, вместо x подставим 0, получим 6. Значит, он раскроется со знаком плюс. Отлично. Получили как бы значение для первого интервала. Вот на всем этом интервале модуль первый будет иметь отрицательное значение. В смысле, не модуль будет иметь, а подмодульное выражение будет отрицательное. А для второго подмодульного выражения оно будет всегда положительным на этом интервале. Дальше рассмотрим второй интервал. Значит, между 6 пятых и 13 пятых. Например, там лежит значение 2, потому что 2 – это 10 пятых, потому что оно где-то здесь лежит. 10 пятых – это двойка, поэтому мы можем начать подставлять двойку по всей эти дела. Значит, если мы подставим в первое, 5х умножить на 2 минус 13, это будет по-прежнему отрицательное число, то есть первый модуль раскрывается со знаком минус. А вот второе выражение, оно уже будет 6 минус 5 умножить на 2, то есть 6 минус 10, будет отрицательное, то есть уже со знаком минус на всем этом интервале будет. Таким образом мы раскрыли оба модуля на втором интервале. Перейдем к третьему интервалу и попробуем там раскрыть модуль. Значит, например, там лежит например, число 15 пятых. 15 пятых – это просто тройка. Подставим, соответственно, тройку в первое подмодульное выражение и получим 15 минус 3 – 2. Это положительное число, то есть первый модуль раскрывается со знаком плюс. Подставим тройку во второе выражение и там по-прежнему будет отрицательная величина, потому что 6 минус 5 умножить на 3, то есть это 6 минус 15, это будет минус 9, это отрицательное число, поэтому второй модуль раскрывается со знаком минус. А таким образом мы с вами раскрыли все модули на всех нужных нам интервалах. Дальше наша задача последовательно рассмотреть каждый из трех интервалов. То есть вот первый случай. Мы рассматриваем такие x, которые лежат в интервале от минус бесконечности до 6,5 включительно. Значит, и наша задача здесь просто обратить внимание на вот эти вот минусики и плюсики, которые мы здесь расставили. Значит, поскольку здесь стоит первый минусик, он относится к первому модулю, то мы раскрываем это выражение со знаком минус. У нас получается минус 5x плюс 13. Дальше ставим минус, потому что здесь стоит минус в исходном выражении. Значит, и раскрываем второй модуль со знаком плюс. То есть просто ставим скобочку и оставляем его таким, какой он был. И все это равно 7. Преобразуем немного. Получим, что минус 5 плюс 13 минус 6 плюс 5x равно 7. И вот мы видим, что у нас минус 5x и 5x уходят. Остается 13 минус 6 равно 7. Ну, если мне не изменяет память, 13 минус 6 – это как раз 7. То есть 7 равно 7. Это верное утверждение в математике, что 7 равно 7. Верное. Соответственно, из этого что можно заключить? Вот из этого. Что при любом значении x, который принадлежит интервалу от минус бесконечности до 6 пятых, это выражение верно. То есть при любом таком x, который принадлежит интервалу, мы имеем решение. Можете повышение, пожалуйста. То есть это x равный x, принадлежащий от минус бесконечности до 6 пятых, это фактически весь интервал x, который является решением. Но это мы раскрыли только первый интервальчик. Так, все, я могу ниже листать. Можете сфоткать или скрин сделать, пожалуйста. Так, теперь второй интервал. мы уже рассматриваем интервал от 6 пятых. Можно вот эти точки краевые включать, можно не включать. Это в сущности не так важно, но лучше включать во все интервалы. Почему не так важно? Потому что, если они будут решением, то это не нарушит общей логики. Тут эти краевые иксы это проблем не принесет, поэтому можно включать их во все интервалы. и опять же обращаем внимание на знаки, которые мы вот здесь получили. Вот эти вот знаки. и соответствующим образом раскрываем модули. То есть, если перед здесь стоит минус, то первый модуль раскрываем с минусом. Минус 5х плюс 13. Это я раскрыл с минусом первый модуль. Дальше обратите внимание, стоит минус. Чтобы не запутаться, предлагаю так и делать. Ставить минус. Сколько открывается? Раскрываем с отрицательным знаком то, что стоит под модулем. То есть, снова ставим минус 6 минус 5х. Скобки обе закрываются. Равно 7. То есть, опять же, первый минус он шел как бы из изначального выражения. То есть, вот этот минус был. А второй минус перед скобками, вот этот вот, он шел из того, что мы раскрыли это с отрицательным знаком на этом интервале. Ну, преобразовываем. минус на минус даст плюс, поэтому здесь будет плюс 6 минус 5х равно 7. Минус 10х 13 плюс 6 это 19. Минус 7 это будет минус минус 12, по-моему. То есть, х равен 6 5х. Обратите внимание, что мы получили как раз таки краевую точку вот этого интервала, этого отрезка. Это означает, в частности, что она является решением, поскольку мы включили эту точку в нужный нам интервал. Но на самом деле мы до этого уже сказали, что у нас решениями являются все х от минус бесконечности до 6 5, когда мы анализировали первый интервал. То есть, как бы, эта точка 6 5х, вот она, здесь, она уже здесь включена в нужное нам решение. Вот поэтому мы как бы можем сказать окей, но она уже была у нас. И рассмотрим теперь третий интервал. Соответственно, раскрываем модули согласно вот этим знакам. То есть, первый раскроем с плюсом, второй с минусом. Соответственно, получим с плюсом 5х минус 13, а второй раскрывается у нас интервал с минусом. То есть, это все равно, что вот, как во втором интервале мы смотрели, опять же, будет минус на минус, который даст плюс. В итоге мы получим 6 минус 5х равно 7. Вот, опять же, 5х и минус 5х уничтожают друг друга. Сейчас, я прошу прощения, я не написал, на каком интервале мы работаем. Мы работаем на интервале от 13 5х до плюс бесконечности. Значит, и здесь мы что имеем? Минус 13 плюс 6. Минус 13 плюс 6 это минус 7. Равно 7. Минус 7 равно 7? Ну, очевидно, нет. Иначе весь мир бы перевернулся просто. Сейчас, секунду, вопрос, там же минус 7 минус 19, то есть, … Слушайте, да, действительно, там получается минус… Я согласен, я затупил. Нет, сейчас Нет, нет, все правильно, да Все нормально здесь было написано Потому что здесь семерка-то с плюсом идет А если 19 перекидываем направо, то с минусом, да Да, все нормально Но спасибо, на что следите Все, в общем, нормально здесь 6 пятых Вот, еще раз возвращаемся к тому, что мы получили здесь противоречие А это означает, что при любом x Который попадает вот в этот интервал Который мы здесь обозначили Это уравнение не имеет решения Все, то есть на этом интервале вопросов нет Дальше наша задача записать ответ Для того, чтобы это сделать, нужно соединить кучу Все три решения, которые мы получили На всех интервалах В первом случае мы получили решение От минус бесконечности до 6,5 То есть мы скажем, что x у нас принадлежит От минус бесконечности до 6,5 Во втором случае мы получили, что Точку 6,5 Но она уже здесь включена, обратите внимание В этот вот отрезок Поэтому она уже здесь есть А на третьем интервале мы Речения вообще не получили Значит, и записывать нечего в ответ Таким образом, весь ответ Это у нас вот такой вот Интервал от минус бесконечности до 6,5 Вот Так, теперь нужно умудриться за 4 минуты вам успеть рассказать Огромный кусок материала Но если есть вопросы, задавайте Можете еще раз ответ А что еще раз сделать? Ответ Все, спасибо Угу Соответственно Перейдем, собственно, к построению плоских множеств То, что было заявлено в теме Пока мы мучились только с модулями На самом деле Что здесь нужно сказать? Это как бы пример 8, можно сказать Построение Что-то Попостроить График вот такого вида x плюс y Равно какому-то p Где p любое действительное число Прошу прощения Не любое действительное число, конечно же А какое p число, кстати, кто знает Какое p число? Положительно, а точнее А точнее не отрицательное, можно сказать Вот Потому что модуль Да Значит, здесь Все тоже очень просто Для того, чтобы построить Такой график Нужно просто раскрыть по определению Опять же То, чем мы и занимались сегодня весь день Раскрываем модуль только по определению Значит И получим два случая Значит, либо у нас подмодульное выражение Отрицательное Либо оно у нас положительное Тогда у нас в первом случае Если оно отрицательное Мы имеем вот такую Систему Если оно больше либо равно нуля То имеем вот такую систему Значит Первая система Это все равно, что сказать, что y меньше, чем минус x А вторая система Это все равно, что сказать, что y Перекидываем y направо Вот этот И получаем минус x минус p А p налево, да? К x Здесь y больше либо равно, чем минус x И y равно p минус x И фактически Если мы строим Плоскость На нашу любимую систему координат То Значит Мы будем иметь Первую прямую, которая пересекает В точке p Это вот этот вот график Для всех y Больших, чем минус x Да Минус x Напомню, она вот так вот проходит Через начало координат Вот Это первая плоскость А вторая плоскость Это то, что y Меньше, чем минус x Мы строим вот такой вот График Который пройдет, соответственно Через точку минус p То есть они симметричны Вот здесь Тут стоят друг от дружки Друг от дружки Начало координат Вот То есть это множество Которое равно Двум вот этим полоскам Вот Это объединение Двух вот этих множеств То есть это опять же Вот такая вот Такая вот совокупность Объединения Значит Пример номер девять Это окружность Давайте Давайте Мы с вами Просто уже 30 минут Мы на 5 минут С вами задержимся Я вам просто дорасскажу материал Семинар тогда начнем На 5 минут позже Чтобы было честно Чтобы у вас было полчаса На отдых На 5 минут позже Начнем семинар Просто что хочется вам сказать Что есть еще такая вещь Как окружность Она задается В общем виде В общем виде Вот таким вот Выражением То есть если вы где-то видите Что-то похожее То сразу знайте Это окружность Где А и b Это соответственно Какие-то действительные Уже числа В данном случае Модуль уже здесь Не при чем В данном случае Модуль уже здесь Ни при чем То есть это r множество Действительных чисел А r большое Вот в данном случае Это радиус Обратите внимание что здесь r, последнее r, это именно вот такая r, то есть это множество действительных чисел, а это радиус окружности. И нужно построить множество вот таких вот точек. Задача простая. Сразу заметим, что 9 это 3 в квадрате, то есть радиус у нас будет равен 3. Это сразу для себя отмечаем. Соответственно, вот эти координаты, которые здесь, скажем, что это точка O, вот эти числа, они дают координаты центра окружности. То есть точка O это центр окружности. Вот здесь будет четверка, здесь будет тройка, здесь будет нолик, здесь будет точка O, центр окружности, а радиус равен 3. То есть это будет вот такого вида вот окружность. Соответственно, радиус окружности, вот он, 3. Ну, во все вот эти вот стороны, он равен 3. Окружность по определению, это геометрическое место точек, равно удаленных от данной. То есть какая данная точка? Это точка 0, точка O точнее, 3 по оси X и 4 по оси Y. И все точки равно, удалены от этой точки, это и есть окружность по определению. То есть просто вам нужно, чтобы ваш глаз запомнил, что выражение такого вида это окружности. Если бы здесь, например, было X не минус 3, а плюс 3, тогда бы у нас какой бы был центр? Вот, то есть, соответственно, плюс, если здесь стоит плюс, то значит центр окружности это минус 3. Вот, ну, и здесь как бы не очень удачно получилось на доске, что здесь вот эта область, она тоже голубенькая получилась, но это просто потому, что здесь так редактор работает. На самом деле понятно, что когда у вас множество задано таким образом, то есть оно равно, строго равно радиусу, то множеством искомым на плоскости является именно вот эта окружность, то есть именно внешняя, скажем так, оболочка. А вот если бы здесь стояло меньше либо равно, чем 9, тогда бы сюда входили все точки, которые лежат внутри этого круга. То есть был бы весь этот круг, множество. Вот, то есть обратите внимание, тогда бы мы действительно бы как бы заштриховали вот эту всю область, если бы было меньше либо равно. Вот, соответственно, ну, комбинации двух окружностей я не буду вам рассказывать, это, наверное, не знаю, насколько это важно, в семинах, по крайней мере, этого нет. Вот, что еще важно запомнить? Вот такую фигуру важно запомнить. Может, кто-то из вас ее знает? Вот что это такое. Никто не знает, что это такое, да? Это роб. Точнее, правильнее сказать даже, ну, это вообще квадрат, но привычно для всех в виде это выглядит как ром. Ну, вернее, давайте даже пойдем от логики, как вообще этим пользоваться. Ну, собственно говоря, ну, значит, по определению вот первый случай раскрываем разные случаи, рассматриваем, что y больше либо равен нуля, x больше либо равен нуля, y больше либо равен нуля, тогда у нас оба раскрываются с плюсом модуля, и это равно a. Это первый случай. Второй случай, что x меньше либо равен нуля, y больше либо равен нуля, тогда у нас минус x плюс y равно a. Третий случай, x больше либо равен нуля, y меньше либо... Значит, не совсем корректно начал писать. Понятно, что здесь строго меньше нужно. y строго больше либо равен нуля, x строго меньше нуля для строгой. И здесь тоже y строго меньше нуля, тогда x раскрывается с плюсом, y с минусом равно a. и, значит, x... x что остается? Какой случай остается? x строго меньше нуля, y строго меньше нуля, минус x минус y равно a. Значит, важно, что в этом случае. Но мы каждый эти случай рассматриваем отдельно, то есть это, опять же, совокупность идет. Вот это вот условие, вот эти что первые два условия дают? Они всегда дают представление о том, в какой четверти мы работаем. В данном случае мы работаем в первой четверти, где x у нас больше нуля, y больше нуля, то есть вот эта вот область. Но здесь просто выражаем, соответственно, y равно a минус x. Возьмите любое действительное a и потренируйтесь дома. Вот эти все системы попробуйте отразить на графике. То есть вот эти первые два условия во всех двух системах дают просто вам представление о том, в какой области вы работаете. А третье условие вот это вот, оно вам задает представление о том, какую прямую вы строите. Рассмотрите там, для примера, любое положительное a, например, a равное 3, и попробуйте отразить эти прямые на графике. Я думаю, что вы с этим справитесь, и у вас получится прикольная фигура. То же самое можно сделать с множеством, которое называется квадрат. Тринадцатый пример. Квадрат выглядит таким образом. Как вы думаете, что я вам сейчас посоветую делать? Конечно же, раскрывать модуль по определению, чем мы и занимаемся все занятия. И, соответственно, рассматривать четыре случая. Опять же, если первый модуль больше нуля, второй модуль тоже больше нуля, второй случай, если первый модуль меньше нуля, второй больше нуля. И вот так вот четыре случая все перебрать. Аккуратненько раскрыть вот это вот выражение, и у вас, соответственно, получится тоже некая фигура, где, соответственно, p. Кстати, p здесь какое должно быть? Какое p бывает? Ну, неположительное, может быть. Какое еще раз? Неположительное. А почему неположительное? Неотрицательное, да. Почему неотрицательное? Потому что у вас модуль первый, он какой? Всегда больше либо равен нуля. Второй модуль всегда больше либо равен нуля. Это означает, что их сумма, какая, тоже всегда больше либо равна нуля. Вот, поэтому вот это p, оно всегда больше либо равно нуля должно быть. Если значение слева больше либо равно нуля, то и значение справа тоже должно быть больше либо равно нуля. Вот, построить эту фигуру дома, раскрыв модуль по определению. Вот такое вам задание. Ну, и последнее, решить систему неравенств я предлагаю это оставить на семинар. Вот, а пока давайте, давайте перерыв.